Уважаемые коллеги, еще раз доброе утро. Еще раз приветствуем всех на нашем сегодняшнем вебинаре, посвященном атомно-силовой микроскопии для исследования функциональных и смарт-материалов. Наш сегодняшний лектор Станислав Игорь Шелесман. В случае, если у вас появятся вопросы, пожалуйста, задавайте их в нашем онлайн-чате. В конце лекции мы постараемся на них ответить. Но на те вопросы, на которые мы не сможем ответить, мы свяжемся потом с вами по электронной почте и ответим таким способом. Станислав Игоревич, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Надеюсь, меня слышно. Рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре. У нас много людей нас слушает по всей России и по странам СНГ. И даже по дальнему зарубежью. Сегодняшняя лекция посвящена приложениям атомно-силовой микроскопии, исконечной зондовой микроскопии для исследования функциональных и смарт-материалов. Первый вопрос вообще, что такое смарт-материалы, функциональные материалы, пояснять не нужно. Почему пришла идея провести такую лекцию? Дело в том, что мы мониторим статьи, которые выпускаются при помощи нашего оборудования. Их выходит порядка тысячи в год. И увидели такую тенденцию, что все больше и больше групп начинают заниматься этой тематикой. Тематика новая, интересная. И, естественно, для того, чтобы исследовать свойства данных материалов на нано-уровне, хочется использовать соответствующее оборудование. И атомно-силовой микроскоп, сегодня мы это покажем, атомно-силовой микроскоп является одним из главных инструментов для исследования таких материалов. При подготовке лекции передо мной встал такой вопрос, от чего же плясать, от материалов или от их свойств, или от методик. И получился такой многосвязный граф, полная путаница. И все-таки, так как мы занимаемся созданием микроскопов, я решил, что будем идти от методик. И на примере наших работ и работ наших коллег будем показывать, каким же образом можно использовать сканировщую зондовую микроскопию для их исследования, базируясь на методиках. Ну и, собственно, начнем. Для тех, кто не очень хорошо знаком с тем, что такое сканировщий зондовый микроскоп, вкратце напомню, у нас есть образец, который мы собираемся исследовать. К образцу подводится зонд. В атомно-силовой микроскопии этот зонд представляет собой гибкий кантилевер с острием на конце. На заднюю часть кантилевера наводится лазер, отражается в фотодиод. Таким образом, мы можем детектировать изгибы этого кантилевера. Образец находится на прецизионном пьезоперемещателе, который может его перемещать по направлению XYZ. Таким образом, мы можем прощупывать наш образец в различных методиках, получая его свойства с высоким пространственным нанометровым разрешением. В моей лекции большинство из примеров будет основано на схеме сканирования зондом. То есть слева у нас схема сканирования образцом, справа схема сканирования зондом. В принципе, то же самое. В схеме сканирования зондом зонд прикреплен к пьезоперемещателю и движется вдоль поверхности. С точки зрения взаимодействия между зондом и образцом, с точки зрения тех свойств, которые мы можем изучать в такой конфигурации, эта схема идентична схеме слева. В первую очередь, что же смотрят люди, используя атомный силовой микроскоп? В первую очередь, их, конечно же, интересует морфология поверхности с высоким пространственным разрешением. И эту морфологию можно исследовать, в общем-то, тремя главными способами. Первый способ – это контактная методика, когда зонд находится в статическом взаимодействии с образцом, с неким постоянным углом отклонения. Таким образом, сила взаимодействия между зондом и образцом постоянно. И профилирование образца происходит в статическом режиме. Вторая методика – это амплитудно-модуляционная методика, когда зонд раскачивается возле резонансной частоты. И третья методика – у нее есть много названий. Это так называемая прыжковая атомная силовая микроскопия. Мы ее также называем гибридной методикой, когда зонд находится вне резонанса, и мы работаем, как швейная машинка, простукивая поверхность этим зондом. Ну и начнем с методики амплитудно-модулированной атомной силовой микроскопии. У нее есть много названий. Это и тэппинг-мода в западной литературе, и амплитудно-модулированная методика. В нашей литературе прижилось название «Полуконтактная методика». Надо сказать, что порядка 90% всех статей, опубликованных при помощи сканирующего зондового атомного силового микроскопа, написаны при помощи этой методики. Значит, смысл ее в следующем. Зонд раскачивается возле резонансной частоты, при приближении зонда к поверхности амплитуда, которую мы детектируем, падает. Таким образом, поддерживая определенную величину падения амплитуды, мы поддерживаем зонд возле поверхности образца, профилируя последний. Ну и в первую очередь, как я уже говорил, интересует морфология. И на следующих слайдах я приведу несколько примеров, в которых наши коллеги использовали амплитудно-модулированную методику для исследования своих образцов. Значит, на этом слайде проводилось, проиллюстрировано исследование коллег из Москвы. Они исследовали образование фибрил из эмилоидных пептидов. То есть эти фибрилы – это, собственно, причина таких нехороших вещей, как Альцгеймера и Паркинсона. И для понимания механизма их формирования было важно увидеть морфологию, то есть длину этих фибрил. Собственно, фибрилы высаживались после определенной обработки на подложку и смотрелась длина образовавшихся структур. И потом статистическими методами эта длина обсчитывалась. Здесь было показано, что на данных подложках присутствуют фибрилы длины 2 нанометров, 4,5 нанометров и 6,5 нанометров. И разница длины между ними была 2,4 нанометра. В следующей работе, проделанной израильскими коллегами, они предположили, что можно использовать фрагменты ДНК в качестве таких одномерных проводников. Но для того, чтобы ДНК начинало проводить, ее нужно было заполнить серебром. И атомный силовый микроскоп в данном случае использовался для того, чтобы проконтролировать, как же вот эти серебряные агломераты проникают внутрь фрагментов ДНК. Здесь же, в этой работе, сделанной в Германии, исследовались яркий представитель смарт-материалов. Это исследовались пленки гидрогеля. Пленки гидрогеля были вначале перфорированы, как видно слева наверху на слайде, а потом подвергались различным воздействиям, в частности, ультрафиолетовому излучению. И при помощи атомно-силового микроскопа, опять же, в режиме полуконтактной методики, амплитудно-модулированной методики, проводилось исследование, как же воздействие ультрафиолета влияет на эту пленку. Было показано, что размер отверстий в структурированной пленке благодаря этому воздействию уменьшался с микрометровых до нанометровых размеров. Амплитудно-модулированная методика, как я уже говорил, является одной из самых главных. Это главная рабочая лошадка в атомно-силовой микроскопии, но, несмотря на то, что принцип ее работы достаточно простой, для того, чтобы правильно настроить атомно-силовый микроскоп в режиме работы в полуконтакте, необходимо понимать физику взаимодействия зонда и образца и правильно подбирать параметры. Неправильный выбор параметров приводит к различным артефактам или искажениям на изображениях атомно-силового микроскопа. Здесь, на этом слайде, представлены главные типы этих изображений. Это сверху перескоки так называемые перескоки мод, то есть слева картинка полученная, картинка полимера полученная с неправильным подбором рабочей точки. Справа, вот как она должна была бы выглядеть. Следующий распространенный артефакт это перевозбуждение петли обратной связи, то есть когда коэффициенты петли обратной связи подобраны неправильно, возникает генерация и вот слева показано характерное изображение с генерациями, а справа тот же самый участок должен был выглядеть. Ну и третий тоже бич сканирующая зону микроскопии это так называемый эффект парашютирования, когда из-за того, что зонд на высоких участках у нас отрывается от поверхности, получаются такие затяжки, которые видны слева, а справа собственно то, что должно было получиться. Ну и пользуясь случаем хочу упомянуть, что в нашей системе появился программный модуль мы называем его сконтроник, который в автоматическом режиме все эти параметры подбирает и позволяет быстро достигнуть качественного результата, потратить меньше времени и собственно публиковать качественные данные. Следующая методика, которую я хотел упомянуть, это сканирующая зондовая атомно-силовая спетроскопия в принципе ее работы следующий, мы подводим зонд в различных точках к образцу и изучаем как же он отклоняется в зависимости от расстояния. Таким образом в этой методике, особенно если применить всякие методы контакта механики, мы можем исследовать механические свойства, потом мы можем исследовать адгезионные свойства, и все это тоже с высоким пространственным разрешением. И в качестве примера применения этой методики хотел бы рассказать про работу научной группы из Соединенных Штатов. Они занимаются исследованием паутины, паутины паука под названием коричневый отшельник. Укус этого паука не смертелен, но может привести к неприятным последствиям. Как на слайде справа. Чем интересна эта паутина? Тем, что она очень прочная. Если взять и вытянуть полоску из стали такого же размера, то паутина будет в 5 раз прочнее. И собственно в этой работе было показано, как измерялись при помощи атомно-силовой спидроскопии механические свойства этой паутины. Паутина кололась между двумя такими островками, натягивалась между ними. Потом к ней подводился зонт, в данном случае зонт с шариком коллоидным коллоидным и измерялись силовые кривые. Таким образом измерялись механические свойства этой паутины. Было показано, вот здесь на этом слайде видно, что при проведении множества измерений у нас кривые нагрузки-разгрузки полностью совпадают. Это говорит о том, что эта паутина абсолютно эластичная, то есть исследователи не смогли добиться пластической деформации этого материала и продольный модуль упругости, который был измерен в данной статье, был показан, что он равен 21 гигапаскалю. Также помимо того, что мы можем что-то измерять с андом атомно-силовым микроскопом, мы можем использовать его в качестве модификатора, наномодификатора поверхности, что и было сделано в данной работе за дом атомно-силового микроскопа паутина рвалась, таким образом измерялась нагрузка на разрыв, во-первых, а во-вторых, при помощи этого способа получалось разглядеть тонкую структуру паутины, то есть как она, из чего она состоит в разрезе. Сканирующая силовая спецэскопия очень мощный метод и главный недостаток в том, что у него малая скорость, то есть для того, чтобы измерить одну силовую кривую требуется порядка одной секунды, то есть от 0-1 секунды до 10 секунд, поэтому если мы хотим собрать карту таких силовых кривых, у нас это займет достаточно большое время, поэтому мы разработали методику, мы называем гибридной методикой или hybrid mode. Значит, в этой методике зонд движется относительно образца по гармоническому закону с достаточно большой частотой, то есть мы измеряем порядка тысячи или двух тысяч силовых кривых в секунду, то есть мы знаем траекторию, знаем силовой отклик и в режиме реального времени строим из этих двух графиков строим силовую кривую. Таким образом мы можем картировать, во-первых, получать таким образом топографию, а во-вторых, можем картировать образец, получать карты механических и адгазионных свойств. на данном примере у нас смесь двух полимеров, которые на рельеф, если посмотреть, то есть какая-то структура, но что это за структура, где есть какой полимер, не совсем понятно. Если же посмотреть на карту распределения адгезии и механических свойств, то понятно, что голубые области, которые соответствуют низкому модулю упругости, порядка 200 мегапаскалей, это у нас мягкий полиэтилен, а зеленые области это островки полистирола в полиэтиленовой матрице. Таким образом, вместе с рельефом мы получаем практически с такой же скоростью карты механических свойств, опять же, с высоким пространственным разрешением. одно из главных преимуществ фотонно-усилового микроскопа, помимо того, что мы можем смотреть различные свойства, мы можем эти свойства смотреть в различных средах. И в случае отомно-усилового микроскопа это достаточно просто. В данном случае исследовалась поверхность десульфида вольфрама флейков десульфида вольфрама на подложке в условиях вакуума. Но в условиях вакуума при применении обычной полуконтактной методики была проблема, то есть на изображении справа видно, что картинка совершенно размыта и структура еле-еле углядывается за фоном. Дело в том, что на этом образце в условиях вакуума был очень большой поверхностный потенциал и зонд в режиме полуконтакте не мог его пробить. При применении гибридной методики, как методики для получения рельефа поверхности, собственно, результат ее применения вы видите слева, то есть здесь мы можем контролировать силу с большой точностью, в том числе в сторону увеличения ее. И с одной стороны по сравнению с контактной методикой мы можем быть достаточно мягкими, но жестче, чем в методике полуконтактной. И при этом проблема получения изображения в условиях высокого порядочного потенциала была решена в условиях вакуума. Следующая методика, о которой пойдет речь, это метод регистрации токов растекания. Здесь мы находимся в измеряем рельеф контактной методике, при этом между зондом и образцом подается напряжение и измеряется ток, который протекает между зондом и образцом. Таким образом можно исследовать локальную проводимость этих образцов. И вот в данной работе проводилось такое исследование, исследовалась проводимость доменных стенок солнечных батарей, было показано, что проводимость присутствует в условиях процесса получения этого материала вне вакуума, что позволило очень сильно удешевить саму технологию. То есть на слайде слева мы видим рельеф полученный ватомно-силовой микроскопии, а на слайде справа собственно области было показано, что доменные стенки дают проводимость. Но все хорошо, когда у нас жесткий материал, когда мы можем в контактной методике воткнуться в него, посканировать и померить то, что нам нужно. Но что делать, если материал мягкий, то есть в этом случае зонд начнет просто его царапать. Соответственно мы применили гибридную методику для исследования локальной проводимости. В этом случае схема следующая рельеф измеряется при помощи гибридной методики. В то же время, когда зонд касается поверхности, то есть этот участок, это средний участок, когда он находится в состоянии контакта с поверхностью, в этом окне мы подаем напряжение между зондом и образцом и измеряем ток. Таким образом появилась возможность получения распределения карт проводимости не только на жестких образцах, керамики или полупроводниках, а также на мягких образцах. Поскольку в этой методике из-за того, что зонд в каждой точке отрывается от поверхности образца, мы видим, мы избегаем латеральных сил. мы значительно уменьшаем металлитеральные силы. И на данном слайде было проведено измерение проводящих нанотрубок, полученных в институте ИБМХ в Москве. Эти нанотрубки напылялись на образец, который представлял себя полупроводящую или не проводящую подложку. это оксид кремния. И также на образец был нанесен проводящий электрод. И в морфологии видно, что слева у нас электрод, как-то лежат трубки. Справа мы видим карту проводимости. То есть электрод у нас проводящий. И те трубки, у которых был контакт с электродом, то есть вот эта длинная трубка, и трубка, которая присоединена к ней, они тоже показывают проводимость, а трубка справа-снизу, которая не имела никакого контакта с электродом, она, собственно, никакой тока не показывает. Также было показано, что, как предполагалось, вдоль трубки у нас существует градиент градиент тока. На этом слайде показано нескольких примеров тоже на нанотрубках, полученных на нанотрубках. Сверху это рельеф и проводимость на черном фоне много стенных и одностенных углеродных нанотрубок. Но поскольку вместе с измерением рельефа, вместе с измерением тока в гибридной методике мы можем измерять и модуль упругости, сверху, правая картинка разделена на две, то сверху мы видим модуль упругости и, сопоставляя все эти данные, можно отличить одностенные от многостенных. На нижних изображениях показаны исследования нанотрубок покрытых белками показано, что они, во-первых, имеют проводимость, то есть они проводят, а на карте модуля упругости показано, что не все нанотрубки покрылись белками, то есть розовые они помягче, то есть белки на них есть, а те темные на них белки не осели. В случае использования контактной методики такие исследования провести было бы невозможно, поскольку зонд просто начинал бы двигать эти нанотрубки, либо их рвать. Следующий большой класс образцов, который относится к смарт-материалам, то есть материалам, которые изменяют свои свойства при воздействии на них, а потом могут восстанавливать их, это класс материалов, сигнета электрики, и для исследования сигнета электриков мы используем сканирующую зондовую микроскопию пьезоотклика, которая может показывать нам распределение поляризации доменов сигнета электриков как вне плоскости, так и в плоскости. То есть мы подаем между зондом и образцом переменное напряжение и смотрим переменный отклик зонда, который получаем от зонда. Таким образом видим отклик этой поляризации. И на следующем слайде проводилось как пример исследования проводилось исследование зависимости размеров пьезоэлектрических доменов от степени легирования необием и было показано в этой работе было показано что при увеличении степени легирования размер этих доменов уменьшается. Ну опять же все хорошо когда у нас есть какая-то керамика можем в нее уткнуться и смотреть пьезоотклик ну опять же ну что же делать когда образец мягкий или образец слабо закреплен на подложке по аналогии с предыдущим подходом был на основе гибридной методики была сделана методика регистрации пьезоотклика в гибридной методике значит зонд в момент касания зонда и образца мы начинаем подавать возбуждающее напряжение и регистрируем это напряжение но только в рамках выделенного окна то есть когда зонд находится в контакте с образцом таким образом поскольку зонд отскакивает от образца в каждый из точек мы можем получать изучать свойства пьезоэлектриков даже в том случае если они мягкие или плохо закреплены на подложке и значит в 10 году наши коллеги из Португалии и Екатеринбурга показали что такой объект который может использоваться в качестве структурного элемента это нанотрубки из дефинила аланина имеет имеет показывает пьезоотклик и он был показан на достаточно толстых пьезотрубках но даже на них вот видно что зонд поскольку измерения производились в контактной методике зонд разрушал эти нанотрубки и с теми же коллегами в прошлом году мы опубликовали статью в которой было показано что можно исследовать сигнетеоэлектрические свойства гораздо более тонких нанотрубок на этом слайде слева показан рельеф пучка такого нанотрубок а справа показан пьезоотклик этих же нанотрубок и если бы мы сканировали в контактной методике то есть такие тонкие объекты мы бы не смогли получить разрешение изображения этих объектов также совместно с рельефом с морфологией поверхности из изображения пьезоотклика мы исследовали механические свойства пьезоотклика было показано что они их модуль упругости порядка 30 гигипаскалей что хорошо согласуется с данными полученные другими методами значит на одном из предыдущих слайдов я говорил что о том силовой микроскопии можно заниматься в различных средах но также можно достаточно просто устроить исследование образцов при вариации внешних параметров в первую очередь температура и на данном слайде показано исследование пьезоэлектрического отклика триглицинсульфата при прохождении через точку кюри то есть мы брали этот брали образец нагревали его и смотрели пьезоотклик и на данном слайде видно как доменная структура при переходе через точку кюри проходит через квазипериодическую такую область и значит при нагреве доменная структура разрушается в принципе это первый результат когда на одном изображении было показано изменение пьезоэлектрических свойств в режиме реального времени казалось бы ну что можно было бы триглицинсульфат достаточно твердым материал можно было бы сделать такие же измерения и в контактной методике но вся вся проблема в том что при нагреве образца мы также нагреваем и зонт и на данном слайде показано показаны результаты которые мы получили получили сравнивая контактную методику методику прыжковую прыжковую или гибридную и значит на графиках справа самый правый график это как мы грели это температура нагрева 30 до 60 градусов а на графике левее него показано как из-за температуры изгибается кантилевер и изгибается он достаточно значительно при нагреве на 30 градусов изгиб его составляет больше 100 нанометров то есть в режиме реальной работы оператору приходилось бы в течение этого нагрева постоянно подстраивать рабочую точку для того чтобы зонд либо не оторвался от образца либо не слишком сильно в него воткнулся ну и на левом графике показано как при вариации этой температуры что мы можем устойчиво получать морфологию значит на полке 60 градусов у нас конечно имеется некий дрейф образца но тем не менее контакт между зондом и образцом остается стабильным ну и при этом параллельно получая получалось изображение доменных доменов этого материала таким образом использование различных методик трех основных методик для поддержания постоянного взаимодействия между зондом и образцом полезно использовать в различных ситуациях помимо проводящих свойств механических свойств и морфологических свойств мы также можем исследовать электростатические свойства образцов при помощи конечной зоновой микроскопа значит каким образом это делается между зондом и образцом подается переменное напряжение и детектируется при помощи различных при помощи набора синхронных детекторов детектируется электростатический отклик от образца и при этом если мы детектируем на производстве детектирования на различных гармониках мы можем исследовать различные компоненты этого отклика значит на следующем слайде было вот в статье опубликованной нашими английскими коллегами было показано было проводилось исследование оксида нет проводилось исследование графена при различной относительной влажности то есть начиная от нуля от вакуума и заканчивая высокой влажностью группа исследовала распределение поверхностного потенциала или работа выхода этого этих объектов и было показано что работа выхода очень сильно зависит от условий в которых происходит измерение то есть от влажности вот это показано на графике справа вывода отсюда два во-первых при таких исследованиях необходимо контролировать влажность что в принципе удобно можно делать вообще в атомно-силовой микроскопе и в частности в наших конфигурациях вот а второе был пока важный вывод это то что для того чтобы приборы на основе графена работали стабильно то и графен нужно инкапсулировать следующая методика это атомно-силовая микроскопе магнитная значит принцип здесь такой что у нас зонт у зонда есть свой магнитный момент зонт покрыт магнитным материалом и если в образце есть области с различной намагниченностью то зонт ощущает намагниченность и мы можем детектировать зависящую от нее сдвиг фазы таким образом получая пространственное разрешение магнитных доменов структуры ну и один небольшой пример для про эту методику где проводились исследования магнитных нанотрубок в различном при приложении различного магнитного поля это также можно исследовать мы можем можно делать в частности в наших конфигурациях мы можем подавать магнитное поле как в плоскости так и перпендикулярно плоскости и при этом контролируя это магнитное поле электронным способом удерживая его там постоянным на нужном на нужном уровне и таким образом можно проводить исследования магнитных образцов в контролируемом магнитном поле как я уже упоминал помимо того что мы при помощи зонда можем исследовать поверхности с высоким пространственным разрешением мы также можем их модифицировать с высоким пространственным разрешением в частности путем приложения напряжения между зондом и образцом вот здесь на этом мультике показано каким образом происходит так называемая литография локального окисления вообще я всегда думал что литография это что-то такое на уровне что-нибудь нарисовать на подложке интересно но это самое это как больше как игрушки но это оказалось не так на самом деле различные группы используют конечно же зондовый микроскоп для серьезных экспериментов связанных с литографией но главный недостаток литографии при помощи атомной силовой микроскопа это опять же скорость по сравнению с фотошаблонной литографией когда мы получаем пластину посветив через шаблон здесь скорости на порядке меньше но при этом мы сохраняем высокое мы можем получать структуры весьма миниатюрные в данной работе показано как группа из Израиля проводила эксперименты с модификацией октодицилтрихлорсилана при помощи атомно-силового микроскопа вообще это октодицилтрихлорсилан это гидрофобное вещество и его пленки вот мономолекулярные пленки тоже гидрофобные но если приложить определенное напряжение в точке то эта область становится гидрофильной таким образом можно создавать при помощи зонда шаблоны на таких пленках а потом гидрофильными участками штамповать оттиски при этом имея очень тонкие линии рисуя очень маленькие объекты такая интересная работа а в данной работе уже из немецко-голландской группы вот было показано что опять же зондом можно как и рисовать то есть создавать структуры на поверхности так и прикладывая другое напряжение стирать эти структуры значит в первой части своей лекции я говорил только про атомно-силовую микроскопию атомно-силовую микроскопию в различных средах в различных условиях но также атомно-силовую микроскоп можно комбинировать с различными оптическими методиками следующие несколько слайдов будут посвящены этим возможностям надо сказать что у нас достаточно большой опыт в такой комбинации первая коммерческая комбинация в нашем исполнении произошла в 1998 году то есть уже больше 20 лет назад и с тех пор мы активно занимаемся этим направлением мы комбинируем атомно-силовые методы с равновской микроскопией с конечно бельжинопольной микроскопией с инфракрасной микроскопией с петроскопией здесь показана одна из один из вариантов наших систем интегра спектра в варианте для работы с непрозрачными образцами с прозрачными образцами то есть смысл такой что мы можем локализовать оптическое излучение и зонта в одной точке получая информацию тоже из этой же самой точки в два года назад у нас появилась новая новая варианта системы интегра спектра 2 где мы ввели с точки зрения атомно-силового микроскопа улучшили качество самого атомно-силового микроскопа что очень важно в таких комбинированных системах а также простили доступ к образцу теперь он может быть сверху снизу и сбоку и все вся эта конфигурация может достаточно просто меняться ну в качестве примера такого комбинированных исследований это исследование графена сверху у нас представлены изображения полученные атомно-силовой микроскопии а снизу различные карты этих же объектов полученных при помощи рамонской конфокальной микроскопии ну то о чем я говорил выше это как бы комбинация ну хорошо конечно удобно получать информацию с атомно-силовой микроскопа и рамонской спектры с одного и того же участка не нося образец между лабораториями вот но это не все преимущества которые дает нам такая комбинация одно из преимуществ которые мы можем использовать это следующее мы можем увеличить преодолеть дефракционный предел увеличить разрешение оптических методов путем привнесения зонда сканирующего зонного микроскопа в области засветки лазером в этом случае зонда начинает работать как оптическая антенна и отклик от образца в данном случае будет локализован в области взаимодействия между зондом и образцом таким образом во первых мы сильно повышаем амплитуду этого отклика то есть повышаем соотношение сигнал-шум равновских спектров с другой стороны поскольку отклик локализован в области взаимодействия мы можем увеличить разрешение оптическое разрешение на данном примере показано что показан тот же самый графен равновские карты этого графена и вот если посмотреть на шкалы здесь мы видим что разрешение в данном случае у нас сильно превышает дифрикционный предел то есть такая группа методов в английской литературе называется TERS или Tip Enhanced Raman Scattering либо рамовская спектроскопия усиленная зондом что также может активно применяться для исследования конструкционных и смарт материалов в заключительной части презентации покажу несколько слайдов применения оптической ближнепольной микроскопии примененной в инфракрасном диапазоне в этом диапазоне есть очень много очень материалов ведут себя интересным образом и в данной работе исследовались исследовался такой метаматериал это диоксид ванадия значит наши коллеги Соединенных Штатов делали такую структуру шахматной клетки покрывали ее пленкой диоксида ванадия и значит на поверхности этой структуры пленка была упорядочена а в клеточках из-за поверхностного напряжения эти пленка была разупорядочена и напряжена и проводилось исследование как же диоксид ванадия который при комнатной температуре является изолятором переходит в проводящее состояние и это это эксперимент проводился с использованием ближнепольной оптической спетроскопии в инфракрасном диапазоне и показано что эти клеточки красный свет соответствует непроводящему состоянию и синий голубой свет проводящему и показано что напряженный диоксид ванадия начинает быстрее переходить в проводящее состояние по сравнению с упорядоченной пленкой на данном слайде показано вообще этот фазовый переход из непроводящего состояния в проводящее опять же приведены приведены оптические карты этого появляться этого образца и показано что таким образом собственно возникает проводимость возникает такие сначала проводящие удлиненные структуры которые впоследствии с увеличением температуры смыкаются таким образом вся поверхность становится проводящей ну и на этом слайде приведем пример того что ближнепольная оптическая микроскопия в инфракрасном диапазоне может давать высокую чувствительность как высокое разрешение как в плоскости то есть мы здесь видим у нас при размере пучка лазера порядка 10 микрон мы получаем разрешение сопоставимое с разрешением алмано-атомно-силового микроскопа и также в зависимости от количества слоев олиготеофена в данном случае мы по профилю видим что эта методика позволяет различить структуры с различным количеством слоев то есть по другому направлению и по этому направлению у нас тоже достаточно высокая чувствительность хотя в течение своей лекции я упомянул различные методики атомно-силовой микроскопии хочу сказать что большинство из них реализованы во всех приборах во всех линейках наших приборов начиная от самых простых заканчивая большими автоматизированными но естественно все эти методики доступны и в системах комбинированных с системами оптическими и хотел бы на последний слайд поблагодарить наших коллег здесь представлен список публикаций которые я упоминал данная презентация в рассылке после этого вебинара вы получите ссылку на запись этого вебинара а также на презентацию этого вебинара и можно будет все эти статьи спокойно потом посмотреть ну и также хотел поблагодарить коллег с помощью без которых все эти результаты не были бы получены на этом моя презентация заканчивается и спасибо за внимание и я думаю что у нас сейчас посмотрим есть ли у нас какие-то вопросы вопросы можете задавать либо либо в чате либо в панельке под названием questions вот значит у нас так сейчас я каким-то образом разверну эту панельку так да есть вопросы да ну первый вопрос про сертификат да да вот Вячеслав у нас подсоединяется да спасибо большое Станислав Юрьевич за лекцию у нас несколько есть вопросов поступило и давайте попробуем на них ответить я начну последовательно их задавать вот вы рассказывали про измерение тока и скажите пожалуйста в каких вообще режимах измеряется ток в гиберлинном моде и где эти измерения в каких из них ток вообще в зондовой микроскопии вот в каких модах он измеряется возможно его измерять эти контрасты и где эти измерения более количественные а где они более качественные вот такой вопрос да спасибо за вопрос да хороший вопрос значит как правило на первую часть вопроса как правило исследование проводящих свойств поверхности проводится вот либо в контактном традиционно в контактном режиме но в тех случаях когда мы не хотим повредить нашу поверхность либо повредить зонд мы вот как я показывал на этих слайдах используем гибридную методику в некоторых случаях если у нас очень хорошо проводит образец можно вытащить сигнал из и даже в амплитуду моделированной методики то есть в полуконтакте но как правило это ну это класс образцов на которых можно получить какие-то результаты он достаточно ограничен значит это был первый вопрос но вторую часть я уже забыл повторите пожалуйста спасибо вопрос в каких методиках возможны эти измерения где более количественные измерения где более качественные а да да про количественные и качественные да про кельвин метроскопия известно что существует много много разных кельвин методик и амплитудно модулированные методики и фазово модулированные вот этот весь набор методик которые служат для измерения поверхностного потенциала образцов разные ли они обеспечивают разрешение пространственное и пространственное и по с точки зрения измерения поверхностного потенциала и какие из них предпочтительные какие нет или же это просто вот дело вкуса вот такой вопрос Давайте сначала закончим с предыдущим вопросом. Про количественные измерения в проводящих методиках сложно говорить про количественные, потому что у нас цепь достаточно сложная. У нас есть зонд, у нас есть контакт к нему, у нас есть образец, опять же, контакт образца, контакт к образцу, у нас есть контакт между зондом и образцом. Вообще, по-хорошему говоря, можно говорить о количественных методиках. В том случае, если мы используем хотя бы 4-зондовый метод, тогда отсюда можно вытаскивать количественную проводимость. Хочу сказать, что в нашей системе есть возможность подключения многозондовых щупов. Таким образом, 4-зондовый метод реализуется, можно реализовать, но в данной лекции я просто не приводил такие примеры. Теперь про Кельвин микроскопию. Есть действительно различные методики, амплитудно модулированная, частотно модулированная, 1-проходная и 2-проходная. Это тема достойна отдельной лекции, вообще говоря, но если кратко, то мы всегда играем между разрешением и простотой и воздействием на образец. В том случае, когда мы уверены, что воздействием обратной связи мы не будем модифицировать образец, не будем его заряжать, то в данном случае, конечно, предпочтительно 1-проходная методика. Когда мы подаем раскачку и снимаем отклик на частотах вне механического резонанса кантилевера, таким образом разделяя их. И в данном случае, поскольку зонд находится в наиболее близком положении к образцу, то, соответственно, пространственное разрешение у нас в этом случае наилучшее. В других же случаях, конечно, нужно использовать двупроходную методику. Про амплитудно-частотно-модулированные методики. По моему опыту, амплитудно-модуляционные методики работают лучше на более широковатых образцах, потому что мы... А в том случае, когда мы имеем дело с главными образцами, у нас частотная модулированная методика, она чувствительная, потому что мы имеем дело с градиентом силы здесь. Но эта методика более капризная, поэтому, когда шероховатость образца очень большая, то здесь у нас возникает сложность с настройкой. Вкратце вот так вот. Спасибо, Станислав Игоревич. Вот мы почти уже вне расписания по времени и, наверное, не успеем ответить на все вопросы, но еще один вопрос появился, и я хотел бы его озвучить. Собственно, поясните, пожалуйста, а что необходимо для того, чтобы реализовывать режим HD и режим HD-PFM, и как с ним работать? Пожалуйста, вот этот вопрос осветите, и, наверное, это будет последний вопрос. Спасибо. Значит, для реализации HD-PFM нужно использовать соответствующую электронику. У нас на сайте можно найти информацию про этот контроллер, то есть там есть прям разделы контроллера HD. Вот подключение электроники к стандартному атону силу микроскопа. Ну и, конечно же, этот микроскоп должен управляться тоже там не очень древней электроникой, именно ISM-частью. То есть, а так с точки зрения железа, то есть с точки зрения головок и прочего, здесь есть абсолютная совместимость. То есть, можно на существующий прибор поставить, собственно, вот этот контроллер и программное обеспечение, которое позволит проводить такие измерения. Вот. Ну, если это был последний вопрос, то я еще раз хотел бы поблагодарить наших участников, и мы продолжим нашу серию вебинаров вместе с рассылкой, в которой будет запись вебинара и презентация вебинара. Вы также получите приглашение на следующий вебинар. Ну и, как говорится, увидимся в каких-то онлайн и оффлайн мероприятиях. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо всем нашим участникам. Большое спасибо за интересные вопросы. Мы не успели ответить на все заданные вопросы, но те вопросы, которые не были озвучены сейчас в эфире, мы ответим на них по электронной почте. Еще раз большое спасибо и до свидания. Продолжение следует...